Добрый день дорогие друзья, с вами канал Умное Здоровье. Сегодня мы с вами рассмотрим такой вспомогательный способ, как паровые ингаляции дыхательных путей, которые можно использовать не только взрослым, но и детям в возрасте от 7 лет. Его особенность заключается в том, что влажный пар стимулирует приток крови к органам дыхания. Это позволяет разжижать мокроту, которая образуется при насморке и кашле, а также помогает нам избавиться от застойных явлений. Прослушав предложенные нами рецепты для ингаляции, просьба обратить особое внимание на их составляющие. Применять данные компоненты можно только в том случае, если они не являются возбудителями аллергических реакций для вашего организма. Также имеются следующие противопоказания к паровым ингаляциям. Повышенная температура тела, кровотечение из носа, заболевание сердца и кровеносных сосудов, нарушение мозгового кровообращения, высокое артериальное давление, гнойно-воспалительные процессы пазух носа и носоглотки, воспалений легких. Если же вы не обнаружили опасности в противопоказаниях и у вас нет аллергии на компоненты, то желаем получить огромное удовольствие от эффективности и незамысловатости применения данного метода. Начнем с самого простого способа, в котором вода необходима только в начале приготовления. Необходимо лишь отварить обыкновенный картофель и разрезать его на две части. При этом важно, чтобы пар, исходящий от плодов, был достаточно теплым, но не горячим. Ведь наша цель ускорить лечение, а не обжечь и без того травмированную слизистую. Накрыв голову полотенцем, поочередно вдыхаем пар носом и ртом. Выполняем данную процедуру до тех пор, пока теплые испарения из картофеля не прекратятся. Для двух следующих ингаляций нам потребуется специальный тепловлажный ингалятор, который можно приобрести в аптеках. Но есть и другой способ – использовать пластмассовый тазик или небольшую кухонную кастрюлю. Вариант, являющийся довольно простым, ингаляция с использованием пищевой соды. В воды, доведенную до кипения, кладем 2 столовых ложки соды, дожидаемся, пока температура воды понизится, чтобы пар перестал быть обжигающим и проводим ингаляцию, накрывшись полотенцем или при помощи ингалятора. Для усиления лечебного эффекта перед тем, как добавить соду, можно пополнить раствор заранее подготовленным отваром из листьев эвкалипта, календулы или ромашки. Самое быстрое приготовление раствора для ингаляций – добавить в горячую воду несколько капель готового эфирного масла или же специальных аромокомпозиций. При простудных заболеваниях особой популярностью пользуются эфирные масла сосны, можжевельника, пихты, эвкалипта, чайного дерева, чабреца, шалфея, лимонное и кедровое масло. Такие ингредиенты достаточно концентрированы и эффективны, однако имеют самую высокую вероятность вызвать аллергию. Потому, применяя их, следует внимательно подойти к выбору эфирных масел, а также их использованию, тщательно изучив перед применением инструкцию, которая к ним предлагается. А на этом сегодня все! Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и никогда не болейте! С вами был канал Умное Здоровье! До новых встреч, друзья!